Здравствуйте! Начинаем первый этой весной выпуск новостей зарубежной недвижимости от Приан. Говорить будем сегодня об инвестиционных программах гражданства, о предложениях в Индонезии. Ну а начнем с Европы. В Сербии опубликованы данные Республиканского геодезического института. Пусть название вас не смущает, недвижимость тоже входит в зону его интересов. Два года до середины 2023-го местный рынок рос и бурно, во многом благодаря иностранцам. Напомню, собственность любой стоимости дает право на получение сербского ВНЖ. И понятно, что последнее время возможности это очень востребовано. С осени 2023-го года местный рынок поутих. И это можно считать следствием аномальной динамики в предыдущий период. Ведь даже затихшие данные по числу сделок в четвертом квартале 2023-го года превосходят, хоть и ненамного, аналогичные показатели, скажем, 2019-го. Но, так или иначе, снижение спроса налицо, а потому цены стабилизировались. Я приведу статистику по Белграду, поскольку столица с отрывом самый востребованный регион в стране. На что ориентироваться покупателям. Вторичка за год чуть-чуть подорожала, плюс 7%, и стоит она сегодня около 2000 евро за квадрат. Новостройки, напротив, подешевели, минус 8% и 2360 евро. В центральных районах страны цены почти в два раза выше. Теперь два слова о Финляндии. К концу года падение цен в СОМИ составило от 4 до 5%. В середине года оно было большим, 7-8%. Более всего подешевели крупные города во главе с Хельсинки. Тем, кто владеет и хочет продавать, надо учесть снижение спроса. Ну, а тем, кто просто интересуется недвижимостью, даже без привязки к региону, стоит быть на чеку. Повторю, цены все еще снижаются, но уже не так стремительно, как год назад. Переходим к нашей традиционной рубрике о популярных локациях и предложениях в них. В какой стране из относительно стабильных инвестор сегодня может рассчитывать на максимальную доходность? В топе вариантов Индонезия будет точно занимать не последнее место. Тут действительно неплохие макроэкономические показатели, стабильная валюта, разумная инфляция. Официальные цифры по недвижимости, правда, не слишком поражают воображение. Цены за прошлый год здесь выросли, но всего-то на 2%. Но это средние данные. Вот курортные объекты, дело другое. Тут рост цен на 30-40% по ходу строительства и 10, даже 15 доходность от аренды. Хороший, но вовсе не фантастический вариант. Рынок и турпоток восстанавливаются после ковида. Три года назад туристов было в 6 раз меньше, чем, скажем, в 2019 году. И пока этот показатель полностью не восстановился. Разумеется, когда мы говорим про Индонезию, имеем в виду Бали. И, разумеется, речь идет о проектах на стадии строительства. Вот один из примеров на Приан. Комплекс вилл в Буките. Цена одной от 170 тысяч евро. Площадь участка 100 квадратов. Площадь двухэтажной виллы на нем 95. Две спальни до пляжа, если на байке пара минут, ну, пешком подольше. На экране вы можете оценить, сколько реально придется пройти. Завершиться строительство должно через год. Описание этого комплекса и другая ссылка на актуальные предложения на Бали из базы Приан традиционно в описании к сюжету. Теперь о вторых паспортах. Утверждение может показаться странным, но рынок инвестиционного гражданства стабилен. Важная оговорка в последние полгода, даже почти год, ну, просто по нынешним временам, и это целая вечность. Действительно, после закрытия для россиян еще весной 23 года программы Гренады в России с той или иной степенью активности предлагались и предлагаются всего три возможности. Вануату, Египет, Турция. Замечу, что стран, где в принципе есть инвестиционные программы гражданства в мире, совсем мало. Их 13. В конце февраля компания Хенли и Партнерс опубликовала рейтинг, оценив эти программы. Смотрели на репутацию, качество жизни в конкретных странах, срок рассмотрения заявления, нюансы комплайнса, необходимость посещать страну. Так вот, в лидерах Мальта, Австрия, Карибские страны и все они для россиян закрыты. Из трех открытых наивысший рейтинг, по мнению Хенли, у самой известной и востребованной программы – турецкой. Условия ее – инвестиции в недвижимость кадастровой стоимостью более 400 тысяч долларов. Сумма не меняется вот уже два года, хотя про ее повышение вот-вот говорят постоянно. Конечно, это слухи, но ведь в Турции официальная информация обычно становится сюрпризом и не всегда приятным. Так что пока ориентируемся на 400 тысяч. Учитывая, что для ВНЖ в Турции теперь надо купить на 200, то и 400 получается не так уж и много. В программе Египта сразу несколько опций. Минимальную – 250 тысяч долларов, если через недвижимость, готовьте 300+. Наконец, в Ануату. Тут порог входа самый низкий – от 130 тысяч на одного заявителя, но это не про квадратные метры. Сумма, которую я назвал, невозвратная, то есть это подарок островному государству. Ключевой вопрос. Кому интересно сегодня второе гражданство? Например, вот карибские паспорта называли и называют тревел-документами. Они позволяют без виз ездить, например, в Европу и позволяли даже в ковид. Но паспорта Египта в Ануату Турции таких привилегий не предоставляют. А карибские программы, повторюсь, закрыты для россиян жестко. То есть подать заявление не могут даже те заявители, у которых есть уже второе гражданство, кроме российского. С другой стороны, вот именно такие граждане, имеющие второй паспорт, они прекрасно могут претендовать на европейские золотые визы. То есть в Испании и на Кипре можно обойтись только российским документом. Но, скажем, в Греции уже нет. В середине года должна заработать инвестиционная программа Венгрии. С учетом нынешних отношений между Россией и ЕС смогут ли в ней участвовать те, у кого есть только один паспорт – российский? Это вопрос пока риторический. То есть получается, что сегодня гражданство Вануату, Турции, Египта – это, в первую очередь, возможность связать свою жизнь с этими странами. А во вторую, и не факт, что в последнюю, может быть даже в большей степени – это путь к золотым визам. О том, как работает сегодня Институт второго гражданства, мы говорили на вебинаре с компанией Apex Capital Partners. Запись вебинара я также предлагаю в описании. Ну и в завершении снова о вебинаре, только уже в будущем. 5 марта приглашаю вас обсудить положение дел на Кипре. Официальные данные по недвижимости за прошлый год здесь хороши, сделок стало больше на 16%. Цены в зависимости от типа недвижимости поднялись где-то на 6, а где-то на 10. Но все это дела прошлые, сейчас спрос снижается. Есть неофициальные данные, например, по выдаче ПМЖ. Проще не становится, перевод средств возможен не всегда, да еще счета закрывают. Но и тут все не так однозначно. В любом случае, Республика Кипр остается страной, где сегодня вполне реально получить статус резидента Евросоюза. Кроме того, это популярное место у покупателей недвижимости. Где, что, почем, а главное, как решить свои задачи с минимальными рисками. Об этом и поговорим на вебинаре. Регистрируйтесь, участие бесплатное. Ну а следующий выпуск новостей выйдет 8 марта. В прекрасный праздник самых лучших людей на Земле. Поздравим их через неделю. Пока буду благодарен за лайки этого выпуска. Подписывайтесь на канал. Всем мира и безопасности.